В эфире Омск ТВ новости в студии Дарья Тюменцева. Здравствуйте, смотрите сегодня. Вакцина на выезде, где еще мячи могут поставить прививку от коронавируса. Праздник весны труда в Омске госнаградами отметили передовиков производства. Восстановлению не подлежит. Экспарламентарию Юрию Федотову не удалось вернуть депутатский мандат. Сыр и масло вызывают опасения. Молочную продукцию каких производителей лучше не покупать? Вакцинация по пути за город. Амичи смогут поставить прививку от коронавируса в здании пригородного вокзала, сообщают в пресс-службе Омск Пригород. 7 мая с 11 утра на втором этаже вокзала будет дежурить мобильная бригада медиков. Поставить прививку смогут все желающие. Отмечу, что пункты вакцинации на колесах также работают в крупных торговых центрах МФЦ и выезжают по заявке работодателя в офисы. Амичи могут выбрать одну из двух вакцин, спутник ВИД-центра имени Гамалеи или эпивак-корону, разработанную центром Вектор Роспотребнадзора. Обе прививки ставятся в два этапа, однако промежуток между первым и вторым компонентом препаратов разный. У спутника ВИД-21 день, у эпивак-короны-14. По данным областного Минздрава, уже более 160 тысяч мячей привились от коронавируса, а более половины из них получили оба компонента вакцины. За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставили 55 жителям региона, 72 человека выздоровели, список умерших пополнился двумя фамилиями. Сезонные травмы. В Омске из окна выпал двухлетний ребенок. Мальчик облокотился на москитную сетку, выдавил ее и упал на асфальт с высоты третьего этажа. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Это один из видов сезонного травматизма. Чаще всего подобные происшествия случаются весной, когда в регион приходит потепление, объясняют специалисты Минздрава. В целом статистика детского травматизма в Омской области неутешительная. С каждым годом число несчастных случаев только растет. В 2019 зарегистрировано около 900 детских травм, в 2020 больше тысячи. Чаще всего такие ЧП происходят из-за невнимательности родителей, говорят в ведомстве. Падение даже с небольшой высоты чревато серьезными травмами, а иногда может привести к инвалидности. Дело обходится буквально секундой. Отвернулся, присел, ушел, и ребенок уже на улице. Блокировка окон, гребенки, замки. Просто-напросто не открывать окно полностью. Бытовые также травмы, электротраммы, заглушки на розетке. Когда идет ребенок на улицу, надо за ним смотреть, показывать и ограничивать те движения, которые могут нанести травматизм на горках, на паутинках, лазилках. Хочется акцентировать именно на досмотр и родителей, взрослых. Омский бюджет увеличился на миллиард рублей. В городском совете обсудили очередные, уже третьи поправки в главный финансовый документ Омска. Так, доходы муниципальной казны увеличатся на миллиард 236 миллионов рублей за счет межбюджетных трансфертов. Расходную часть бюджета также увеличили. В основном за счет социальных статей, в частности, на перереселение граждан заваринного жилищного фонда и на субсидии для организации бесплатного питания для учащихся начальных классов в школах. Еще 20 миллионов рублей потратят на обеспечение звуковыми сигналами пешеходных переходов, чтобы слабовидящему мечам было проще ориентироваться возле остановочных комплексов. Добавлю, что дефицит бюджета при этом сокращен почти на 23,5 миллиона рублей. Государственные награды лучшим работникам в канун праздника весны и труда в областном правительстве в торжественной обстановке чествовали о мечей, чей труд и заслуги признаны на высшем уровне. Ордена Пирогова и медали Луки Крымского, наград учрежденных президентом страны в 2020 году, достойны медицинские работники, которые выполняли свою работу в сложных условиях пандемии коронавируса. Госнаградами отметили профессиональные успехи работников науки, культуры, строительства и промышленности. Орден почета вручили генеральному директору акционерного общества высокие технологии депутату законодательного собрания Омской области Дмитрию Шишкину за достижение высоких производственно-экономических показателей, связанных с преимущественным использованием инновационных технологий в процессе производства, существенным повышением уровня социально-экономического развития региона. Губернатор Александр Бурков отметил, что безграничное верное служение своему делу, а также профессиональные заслуги награжденных – это гордость нашего региона и гарантия его успеха. В первую очередь эмоции – это все равно волнение, трепет, это гордость за то, что в фокусе внимания государственной власти находится сектор реальной экономики и его кровоугольный камень – машиностроение. Потому что именно машиностроение объединяет людей, которые создают добавленную стоимость, формируют региональный продукт. Это гордость за коллег-заводчан, которым удалось создать образцово-показательное, высокотехнологичное, инновационное предприятие, которое, я убежден, является примером для всего комплекса машиностроения Омской области. Нагрудного знака «Горячее сердце» удостоен Артем Картышкин. Он, не задумываясь, бросился спасать ребенка, которого в лодке отнесло далеко от берега. А вот лично сказать спасибо Владиславу Кашовскому, спасшему своего друга из водоворота на реке Иртыш, ценой собственной жизни, уже невозможно. Он удостоен нагрудного знака «Горячее сердце» посмертно. Награду глава региона вручил матери 20-летнего героя Наталье Кашовской. Поставлена точка. Экс-депутат Омского городского совета Юрия Федотову не удалось суде отстоять свой мандат. За два месяца он так и не смог предоставить суду убедительных доказательств в свою пользу. Почему от журналистов вскрыли часть процесса, что происходило за закрытыми дверями, а попытки самого богатого городского парламентария вернуть себе депутатское кресло, расскажет Филипп Лебедь. Постановление Омского городского совета 3.03.2021 года номер 1053 оставить без удовлетворения. Юрий Федотов остается без мандата. За два месяца бывший депутат так и не смог предоставить суду весомых доказательств отсутствия коррупционной составляющей в своей деятельности. Вердикт Юрий Федотов принял спокойно. Его адвокат продолжает настаивать. Конфликт интересов, из-за которого перед его подзащитным захлопнулись двери горсовета, отсутствует. Считаем, что административный ответчик не доказал наличие конфликта интересов. Однако, судье, похоже, очевидно, конфликт интересов налицо. Юрия Федотова лишили мандата в марте. Депутат от КПРФ Иван Ивченко обратил внимание на тот факт, что Федотов, возглавляющий комитет по финансово-бюджетным вопросам, поднял тему деятельности Омска Электро и внес повестку вопрос, как в компании осваивают миллиард, выделенный из федерального бюджета на капитальный ремонт судебных домов. Казалось бы, стандартная процедура, если бы не другой факт, выяснилось, что управляющая компания, аффилированная с депутатом Федотовым, судится с Омска Электро. И цена вопроса – несколько миллионов рублей, которые в случае победы Омска Электро компании Федотова придется выплатить. На комиссии горсовета по противодействию коррупции увидели в этом попытку извлечь выгоду. По мнению экспертов, депутат таким образом вполне мог попытаться воздействовать на оппонента по судебному иску. В данном случае у нас выгода возможная заключалась в том, чтобы не в том, чтобы получить какие-то имущественные блага, а в том, чтобы уменьшить возможные расходы коммерческой организации, которая относится к административному иску и учителем которой он является. Финальное судебное заседание длилось почти 9 часов и началось оно со скандала – в зал суда не пустили журналистов. В разгар рабочего дня в здании Куйбышевского суда не нашлось ни одного свободного места. Рассмотрение дела началось в личном кабинете судей общей площадью примерно 10 квадратных метров. Туда участники процесса с трудом поместились. Что уж говорить о журналистах. У нас два дела в судебном заседании. У нас там сейчас страшные дела рассматривают. Но мы не можем выпустить заключенных в кабинете, где нет клетки. Это нереально. К процессу средства массовой информации допустили только в 2 часа дня. Впрочем, именно после обеда и началось самое интересное. Как уверяют сами юристы, главное в таких делах – прение. Во время финального слова Юрий Федотов позволил себе лирическое отступление. И выразил мнение, что он был одним из лучших депутатов Горсовета. Однако обвинительных реплик в адрес своих бывших коллег оказалось все же недостаточно для возврата депутатского мандата. Суд, не получивший веских подтверждений громких слов, все-таки отказал Федотову в восстановлении его статуса депутата Омского городского совета. С 4 мая батареи в квартирах омячей станут холодными. Завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин. Решение принято с учетом краткосрочного и долгосрочного прогнозов погоды. По санитарным нормам завершить отопительный сезон можно в случае, если за окном установится стабильно теплая погода. Температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней. Во вторник, 4 мая, теплоснабжающие организации начнут отключать подачу теплоносителя в жилые дома и социальные учреждения. Миссия растонировать сотрудники госавтоинспекции в ходе масштабного рейда остановили более тысячи автолюбителей, которые избежали штрафов только благодаря тому, что на месте сняли со стекол тонирующую пленку. В соответствии с техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств, светопропускание ветрового стекла передних боковых стекол и стекол передних дверей должно составлять не менее 70%. Этим правилом зачастую пренебрегают омские автовладельцы и наносят покрытие, ограничивающее обзорность с места водителя. Так, с 19 по 28 апреля в ходе рейда госавтоинспекторы поймали 1233 нарушителя. 1128 из них растонировали свои авто на месте. Сотрудники госавтоинспекции ежедневно выявляются более 150 таких нарушений. госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Помните, что наносить пленку на передние боковые стекла категорически запрещено. В первую очередь, это мешает обзору и может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Амичей попросили жаловаться в Роспотребнадзор при обнаружении на полках магазинов сомнительных сыров и масла. Специалисты ведомства сообщили жителям, что на прилавках их может ждать продукция, внушающая опасения. Дело в том, что эксперты нашли в продаже молочку от непроверенных производителей. Если конкретнее, масло крестьянское из Иркутской области и сыр из Татарстана, производителями которых являются предприятия «Призраки» ИП «Гофман» АЭС ООО «Продуктовая база номер один», ООО «Милкопт», ООО «Гудпродукт». Адреса производств, которые указаны на упаковках, не соответствуют действительности, а значит неизвестно, в каких условиях изготавливают данные продукты и покупать их небезопасно для здоровья. Специалисты Роспотребнадзора направили материалы в правоохранительные органы, а МИЧей просят быть бдительными и сообщать в региональное управление ведомства, если они обнаружат такие товары в магазинах. Омские школьники сами вышли на уборку территории. Такая активность связана с необычным форматом субботника. На территорию гимназии номер 139 приехали аниматоры и благотворители. Учеников 7, 8 и 9 классов разделили на группы, каждый достался участок на пришкольном дворе. Артисты замотивировали ребят конкурсом на самое большое количество мешков с мусором в качестве подарков фирменные кепки, дождевики, перчатки и чупа-чупсы. После уроков на улицу вышли более 100 учеников. И педагоги школы все вместе собрали около 200 пакетов с мусором, полностью очистили пришкольную территорию. Когда мы детям говорим только учиться-учиться или только работать-работать, мы понимаем, что все равно должен быть элемент интереса. А когда интерес вот такой вот потанцевать, подурачиться, повеселиться, то потом уже вот на таком адреналине, соответственно, и выполнять какие-то функции иные будет намного интереснее. А когда еще замотивированы, что будет объявлен конкурс, а за этот еще будут подарки, то это, скажем так, двойная мотивация. Образовательному учреждению гимназии номер 139 тоже достались полезные подарки в пользование лопаты, грабли, метлы и перчатки. Добавим ранее, веселый субботник прошел возле гимназии номер 75. Учреждения также посетили аниматоры, организаторы вручили подарки. В будущем развивать эко-проект «День чистоты» планируют не только на городских территориях, но и в районах Омской области. Сэкономили на торгах. Обследование спортивного комплекса имени Виктора Блинова обойдется областному бюджету почти в пять раз дешевле запланированного. Победителем аукциона стала Омская компания. Ранее на эти цели предполагалось направить порядка 7 миллионов рублей, а в делении субсидий по линии регионального Минспорта заявил вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков в марте 2021. Заявки на участие в аукционе подали 14 компаний, однако местный подрядчик предложил наименьшую цену, около полутора миллионов рублей, и стал победителем. Специалистам предстоит обследовать все помещения, фасад, коммуникации и оборудование, определить техническое состояние здания и возможность дальнейшего ремонта. Отмечу, что реконструкция не проводилась с момента постройки, с 1986 года. Только лишь в 2020 году за 20 миллионов рублей была отремонтирована часть кровли. Провести техобследование подрядчик обязан в течение четырех месяцев с момента заключения договора. По результатам проверки в мэрии будут решать дальнейшую судьбу спортивного комплекса. Хоккеисты «Авангарда» продолжают праздновать долгожданную победу в Кубке Гагарина. Сегодня чемпионов чествуют на площади перед ареной Балашиха. 29 апреля ястребы прилетели в Омск вместе с главным трофеем КХЛ. Подробнее о том, как ликуют горожане, встречая чемпионов страны, в нашем материале. Тот редкий случай, когда перекрытые дороги и пробки не злят омичей, а только добавляют положительные эмоции. Родная команда, на которую не ставил ни один эксперт, который прощили максимум полуфинал, привозит в Омск главный хоккейный трофей страны – Кубок Гагарина. Три, два, один! Этого дня мячи ждали 17 лет. Последний раз лучшей командой России «Авангард» становился в далеком 2004-м. Главный трофей континентальной хоккейной лиги команде до сих пор не покорялся ни разу. Площадь для всеобщего ликования выбрали не случайно. Кубок омичам демонстрировали возле строящейся арены. Александр Бурков зачитал поздравительную телеграмму от президента страны. Владимир Путин в своем официальном письме заверил, что уже в ближайшее время омичи смогут ходить на матчи родного клуба в родном городе. В ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступления команды на домашней арене в Омске. Это станет не только отличным подарком для одного из самых замечательных сибирских городов, но, уверен, послужит расширению географии настоящих хоккейных столиц России. Желаю вам новых ярких свершений и успехов. Молодцы! Подпись! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Один из главных творцов победы – канадский тренер Боб Хартли. С командой он работает с 2018-го и в первый же сезон дошел до финала Кубка Гагарина. В тот раз в решающей серии «Авангард» ничего не смог противопоставить столичному ЦСКА, уступив в четырех матчах. Боб Хартли после поражения заявил, что будет искать все возможные способы обыграть московских армейцев и сдержал обещание. Реванш спустя два года более чем убедительный. Два года назад мы точно так же стояли перед вами. Вы все нас поддерживали, но нам нечего было дать вам взамен. Мы закончили вторыми серебряными медалями. Но сегодня мы привезли Кубок Гагарина для вас. Хоккеисты делятся планами на следующий сезон. Команда уверена, что Кубок Гагарина может оказаться в Омске снова уже через год. Спасибо огромное за поддержку. Выиграли мы в этот раз Балашки, но я уверен, следующий Кубок будет здесь. И все будут присутствовать на этом празднике. Спасибо вам за поддержку. Кто чемпионы? Мы чемпионы! Кто чемпионы? Мы чемпионы! Кто чемпионы? Мы чемпионы! Спасибо. В Омске заработали фонтаны. Накануне майских праздников специалисты подключили гидросооружения на улицах Чеканово-Леханово, Гашика, на бульварах Победы, Иванишко, Заречной, площади Серова, в сквере Первокирпичной, а также фонтаны на улице Путилова, 3,7 и Сухой фонтан на площади Бударина. Рабочие промывают чаши, проводят косметический ремонт, проверяют водонасосное оборудование. В ближайшее время запустят фонтаны на улице Туполева, в сквере имени Дзержинского, в Первомайском сквере, на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ и на Театральной площади. Таковы главные новости на сегодня. В студии была Дарья Тюменцева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова